Добрый день, уважаемые коллеги. Стационарно-берегающие экономические модели. Алла Сергеевна Дамажирова, Челябинск. Спасибо. Да, спасибо. Уважаемые коллеги, мой доклад организационный. Я хотела бы обратить ваше внимание на ряд проблем, которые сегодня встают и о которых, на мой взгляд, нужно говорить. И проблем, касающихся организации онкологической помощи, модели организации онкологической помощи. Я обращу ваше внимание на первом слайде к порядку помощи последней редакции по рекламу Минздрава Российской Федерации 915-Н. И акцентирую внимание на том, что амбулаторный этап отделен от стационарного этапа и краеугольным моментом является онкологический диспансер, который сочетает в себе как амбулаторный, так и стационарный этап помощи. Но поскольку мы, так сказать, сегодня замкнуты в стереотипах, то первый и второй уровень, третий уровень представлен, собственно говоря, вот в этой вот структуре помощи. На примере Челябинской области небольшой, немаленький регион, 3,5 миллиона жителей, областной центр, миллионный город. Но структура организации онкологической помощи, собственно говоря, характерна и для других регионов. Это головной онкологический диспансер, это второстепенные, менее мощные онкологические диспансеры на неком удалении, это онкологические подразделения, отделения в многопрофильных больницах. Но, да, ну, естественно, не забудем про смотровые кабинеты и первичный амбулаторный прием. Но сегодня мы речь ведем про стационарный этап в первую очередь. Но обращу ваше внимание на том, что в каждом регионе, обращая внимание, я не беру во внимание Москву и Санкт-Петербург, как, так сказать, центральные и федеральные округи, в каждом региональном центре базируется центральный головной онкологический диспансер региона. Ну вот, причем и Челябинск не исключение. И надо сказать, что этот онкологический диспансер Челябинской области обслуживает примерно до третьего всего населения региона, поскольку практически треть населения проживает как раз-таки в региональном центре. Но помимо этого вы можете увидеть, что и в Челябинске есть многопрофильные отделения. Ну вот это более тысячи онкологических коек, какое-то количество радиологических коек. У каждого особенность своя в регионах. Но надо сказать, что если, так сказать, на карте региона обозначить эти точки оказания специализированной помощи, то мы понимаем, что есть некая территориальная ограниченность. Я не радую за то, чтобы в каждом подъезде оказывалась онкологическая помощь. Наверное, это не очень будет правильно. И помощь эта плановая, я тоже об этом напомню. Но тем не менее мы понимаем, что на карте региона это 88 тысяч квадратных километров. Достаточно существенная протяженность с севера на юг и с запада на восток. И тем не менее несколько таких вот централизованных точек. Поэтому я сегодня хотела бы вынести на обсуждение и раскрыть тот тезис, что на сегодняшний день, несмотря на то, что онкологические заболевания относятся к социально значимыми, помощь не является абсолютно до конца доступной территориально, в том числе и качественно, в том числе и финансово зависимо. Но вот мы пытаемся в регионах несколько повысить уровень доступности помощи и пользуемся услугами стационарных подразделений многопрофильных больниц. Но с чем мы сталкиваемся? В большей части регионов онкологические тарифы вполне привлекательные. Работают ли регионы по группам клинико-статистических группировок, либо по тарифному соглашению и отдельное финансирование лекарственных препаратов. В любом случае онкологическая помощь действительно затратная, действительно требует серьезных вливаний. Но с чем мы сталкиваемся в муниципальных многопрофильных больницах? Зачастую мы видим то, что при экстренных хирургических пособиях у онкологических пациентов запрашивается и оплачивается вот этот существенный материальный запас того, что действительно причитается на оказание специализированной помощи. Естественно, что в ряде случаев не соблюдаются и принципы онкологических объемов операций, и в том числе и биопсии, и верификации при таких ситуациях. Естественно, мы теряем и получаем оттоп пациентов, ну и как следствие аргумент снижения доступности помощи вот в этой части. В основном используется общий профиль КОЭК онкологии, несмотря на то, что 555 приказом есть у нас с вами возможность варьировать этим профилем. Но я к чему веду разговор? Дело в том, что в муниципальных больницах в первую очередь работают те врачи, которые в недавнем прошлом были так называемыми общими хирургами. И прежде всего мы понимаем, что общая хирургия – это абдоминальная патология. И этим, собственно говоря, и обеспечивается та помощь, которая хирургическая оказывается в многопрофильных больницах. К сожалению, нет достаточного количества разноплановых кадров врачей-онкологов, которые бы с легкостью, либо с умением брались бы за пациентов с онкологической патологией опухоли головы, шеи, легких, других локализаций. И перечень локализаций опухолей, которые выявляются у пациентов, которые поступают на лечение в такие подразделения, очень ограничен. Ну и, естественно, вот такой вот тезис – оперируем то, что можем. Естественно, отказ в госпитализациях, и пациенты возвращаются в онкологический диспансер. Наверное, не секрет, что ресурсы материальные, технические возможности таких больниц тоже существенно ограничены по всем видам, так сказать, деятельности, поскольку многопрофильная больница должна думать обо всем, да, и обо всех пациентах, которые получают лечение. И наши пациенты онкологические, повторяюсь, несмотря на социальную значимость, да, и первостепенное значение стоят в ряду прочих, да, за получением медицинской помощи. Ну, мы понимаем, что, конечно, в конечном итоге возврат в онкологический диспансер, потеря времени, и, наверное, вот это тоже один из моментов, который влияет на рост смертности от онкологических заболеваний. Я хочу привести вам некоторые примеры. Вот большая тысячно-коечная мощность больницы Челябинской области, подразделение на 60 коек. Вот объемные показатели. Вы все знаете, как работают ваши диспансеры, ваше подразделение можно сравнить. Во-первых, обратим внимание на перечень локализаций. Молочная железа, абдоминальные локализации, кожа, доброкачественное новообразование. Цифры абсолютно, это реальные цифры, я не стала их преобразовывать. Но мы видим, мощность отделения не уменьшилась за это время. Мы видим, что количество операций в течение последних даже трех лет существенно снизилось. Но количество доброкачественной патологии, которая пациенты с такими заболеваниями прошли, это первичные диагностики. Диагностики, тем не менее, каким-то образом попадают в такие онкологические подразделения. Очень интересно, что в структуре всех медицинских организаций, которые оказывают помощь по профилю онкологии, ну, на примере, опять же, Челябинской области, я унифицирую, поскольку я думаю, что вы все найдете какое-то отражение вот этой вот картины и в той ситуации, которая существует в ваших регионах. В муниципальных больницах, профильных онкологических подразделениях оперативная деятельность, хирургическая активность в среднем, вот Челябинской области составляет только 25%. Какая-то часть пациентов достаточно закономерно пребывает здесь без лечения, но подавляющее большинство, 72-75%, это лекарственное специфическое химиотерапевтическое лечение. Причем, посмотрите, разнообразие локализаций, которые существуют у пациентов, поступающих на госпитализацию, достаточно широкая, достаточно разнообразная линейка. Вспомним линейку, касающуюся оперативной деятельности. Поэтому, уважаемые коллеги, я считаю, что вот те немногочисленные факты, они все-таки нас убедят в том, по крайней мере, я в этом убеждена, что онкологические диспансеры являются учреждением выбора для лечения пациентов с онкологической патологией. Что в нашем стандартном среднестатистическом региональном диспансере сегодня присутствует? Ну, давайте блоки выделим, чтобы это было, так сказать, схематично, но в той же мере и системно. Поликлиническое подразделение, стационары круглосуточные, дневные диагностические подразделения, направление хирургии, химиотерапии, лучевой терапии, ну, наверное, не забудем организационно-методический отдел, да, как коммуникатор, как организатор профилактических технологий, связующее звено и методист, да, по сути. Но, конечно, задумавшись над этой структурой, мы должны отдать себе отчет, что в круглосуточном стационаре прежде всего, применено вот к этим видам лечения, присутствуют пациенты, которые поступают на оперативное хирургическое лечение, пациенты, которые имеют такое состояние здоровья, которое предопределяет круглосуточное наблюдение и, к сожалению, огромная масса иногородних жителей. Я не зря говорила о том, что онкологические диспансеры головные региональные находятся в региональных центрах, и это имеет то важное значение, которое, к сожалению, предопределяет онкологический диспансер как отель или гостиницу, место временного проживания для пациентов этого же регионального центра и, естественно, иногородних жителей. Давайте мы предположим, что, наверное, было бы интересно нам в онкологических диспансерах подразумевать такую структуру как отель-пансионат для пациентов, для их пребывания с обеспечением питания, скорее всего, без этого обеспечения, там, где они могли бы свободно передвигаться, тем самым, кстати, обеспечивается в какой-то степени и качество жизни пациентов, комфортности на время проведения лечения. Естественно, я не опускаю показания к круглосуточному стационару, не пренебрегая ими. Вместе с тем, в том же порядке, достаточно закономерно, я вот к этому пониманию пришла не так давно, что, действительно, отделения-то выделены хирургические, но для онкологического диспансера, достаточно большой онкологический диспансер имеет структурные подразделения по нозологиям, мы понимаем, что для отдельных нозологий хирургическая активность разная, и в большей части случаев, 54% по отделениям круглосуточного стационара, это более 600 коек круглосуточного стационара, вот здесь рассмотрено, только в части случаев, да, но вот совокупно 54%, служат для хирургических нужд. Все остальное – это химиотерапевтическое, лучевое лечение, в том числе и на хирургических койках. Вы видите, здесь нет радиотерапевтических коек. Но для таких локализаций, как орган зрения 99%, голова шеи, опухоли головы шеи, вы видите, это высокий процент хирургической активности. Ну, это нужно просто понимать, иметь доступные статистические программы госпитальные с тем, чтобы оценивать свои реальные возможности и потребности. Ну, вот такой принципиальный слайд. Давайте проанализируем или зададим себе вопрос, а чем же мы занимаемся в стационаре? И вы поймете, я надеюсь, то, что диагностические процедуры, практически 100%, естественно, это некие абсолютизированные моменты, могут быть реализованы на амбулаторном этапе. Палиативные реабилитационные мероприятия, я не пишу процент, есть особенности, но в том числе могут быть реализованы на амбулаторном этапе. Хирургические пособия 10-15% также могут быть реализованы на амбулаторном этапе. Это дифференциальный диагноз, уточняющая диагностика, малые, малоинвазивные оперативные вмешательства. В структуре дневного стационара на амбулаторном этапе, но так или иначе, превалирует амбулаторный этап помощи. Химиотерапевтическое лечение 85-90% схем может быть реализовано именно таким образом, без задействования стационарной круглосуточной койки и даже кое дневного стационара. Давайте будем честными и, наверное, будем понимать то, что в большей части случаев химиотерапевтических пособий, манипуляций мы связаны процедурным кабинетом с пациентом, даже не условиями какого-то краткосрочного пребывания дневного стационара. Лучевая терапия, пожалуй, только за исключением системной лучевой терапии, это амбулаторные методики. Естественно, повторяюсь, общее состояние пациента и показания круглосуточному пребыванию мы ни в коем случае не забываем. Ну и, естественно, организационно-методический кабинет, еще раз повторяюсь, набором статистических программ и организационно-методическими моментами. Если в вашем стационаре, ну, наверное, это сегодня неизбежность, существуют госпитальные регистры, то, в частности, в нашем госпитальном регистре мы им очень довольны, существует при поступлении пациентка оценка тяжести состояния пациента. И вы можете себя несколько укрепить в том понимании ситуации, какой же процент коек-стационарных действительно работает на пациентов, которые нуждаются в такой круглосуточной помощи. Естественно, статистические формы, да, фильтры, и вы можете углубить свои знания в этой части. Но можно подходить, так сказать, и более примитивно. Процент пациентов четвёртой стадии заболеваний, которые получают специальное лечение, в большей части связано с тяжёлым состоянием пациента, силу распространённости заболевания, но, тем не менее, показано специальное лечение. В среднем, вы видите, здесь нет хирургического этапа, это только неинвазивные методики, достаточно большое количество госпитализаций, вот здесь вот по этим видам порядка 11 тысяч, вот в этом региональном диспансере. Около 12% госпитализированных пациентов имеют четвёртую стадию заболевания. Получается, что максимально 88% коек работают круглосуточных на то, чтобы обеспечить пребывание пациентов в стационаре и не более того. Ну вот, наши любимые и заслуженно любимые, так сказать, цифрные измерения. Я хотела бы ещё к одной части перейти, естественно, ранней диагностики онкологических заболеваний. Ну, наверное, агитировать за советскую власть уже сегодня не очень уместно в компетентной аудитории. Да, мы говорим о том, что локализованные стадии должны выявляться в первую очередь, и это и экономически выгодно за счёт того, что мы используем меньшее количество метода специального лечения, и, естественно, за счёт увеличения выживаемости онкологических пациентов. Проанализируйте структуру заболеваемости в регионах, структуру смертности. Я думаю, что примерно такая же структура может быть не в абсолютных измерениях и показателях, но тем не менее, в общем, у женщин рак молочной железы, представительной железы у мужчин, тут же имеется и рак лёгкого, но вот не представлен колоректальный рак, чтобы не загромождать слайд, это можно сделать дополнительно. Ну и абсолютный лидер по смертности – это злокачественное образование лёгких. Вот якоря, на которые нужно обращать внимание, и мы с вами, работая ежегодно с формами государственных статистических наблюдений, наша форма номер 7, понимаем раскладку пациентов по возрастным группам. Ну вот на примере злокачественных новообразований лёгких, да, мы понимаем, что вот по возрастным группам в процентном соотношении заболевает вот такая доля пациентов, представлена в определённых возрастных группах. Но, уважаемые коллеги, задумываетесь ли вы о том, что в каждой возрастной группе есть какое-то определённое среднегодовое число человек, и когда мы соотносим как раз-таки заболеваемость численность возрастной группы, мы получаем очень интересные показатели. Вот среднеобластной показатель заболеваемости злокачественного образования лёгких вот в этой вот области исчисляется 55 случаям на 100 тысяч населения для мужчин и женщин вместе взятых, а, например, для мужчин в возрастной группе 65-69 лет – это более 500 случаев на 100 тысяч этой возрастной группы, 700 случаев – 70-74 для мужчин. И мы, тем не менее, сегодня говорим о начальных принципах организации скрининга. Вот, наверное, группа риска по высокой заболеваемости вот этой патологии. И мы знаем, что злокачественное образование лёгких, несмотря на визуализирующие методики, в значительной части случаев верифицируется при лечебно-диагностических операциях на стационарном этапе, когда долго работает втезиатор, долго работает онколог, и тем не менее каждый думает, что это его заболевание, и нет. И многократно проведены бронхоскопические исследования с результатом ноль, и мы выставляем показания к операции. Наверное, вот такие вот пациенты должны приглашаться либо в онкологические диспансеры, в центры, и я подвожу вас к мысли о работе с якорными локализациями в рамках центров региональных с специалистами-онкологами, ну вот в таком составе для рака лёгкого, вот в таком составе, что, собственно говоря, уже в 154 приказе Федерального Минздрава фигурирует достаточно давно, но тем не менее не реализовано на местах. Эти центры более того могут быть реализованы как при онкодиспансере, так и под курацией онкологического диспансера в городских округах, в тех многопропильных больницах, которые не очень умело, так сказать, используют онкологические тарифы и оказывают онкологическую помощь. Ну вот рак предстательной железы, очередной претендент на такие центровые манипуляции, да, и организацию помощи. Это всё амбулаторные методики, которые, естественно, имеют несколько другую затратность, чем стационарное пребывание пациентов, и несколько другую эффективность, в том числе и этапа консилиума. Палиативная помощь и реабилитация не та, которая в порядке, а та, которая действительно нужна онкологическому пациенту. Это и реабилитация после мастектомии, это и стомированные пациенты, ну вот всё, что здесь перечислено, в том числе и психолог. Это тоже может быть реализовано достаточно эффективно на этапе поликлиники. И в какую-то часть, я даже не пишу процент, поскольку структура выявляемой патологии несколько разная, да, и несколько разная структура контингента, состоящего на учёте, это можно определять регионально, индивидуально, но и палиативная помощь имеет место на амбулаторном этапе. Вот, вы знаете, я, это заключительный слайд, естественно, говорю, это не для того, чтобы кого-то раскулачить, мы прекрасно понимаем, что сегодня жизнь круглосуточного стационара обеспечивает онкологического диспансера жизнь всей больницы Челябинской области, многопрофильные больницы, удачно, так сказать, используя тарифы, плывают из кредиторских многомиллионных задолженностей по другим профилям. Но с точки зрения организатора, я думаю, что когда-то вопросы оптимизации и реорганизации подходов к построению помощи онкологической, наверное, нужно озвучивать. Ну вот, очень жаль, что на наших мероприятиях нет представителей Минздрава, может быть, на конференции кто-то будет присутствовать. Ну и всем спасибо. Спасибо. Спасибо, Алла Сергеевна. Ну, то, что касается Минздрава, это вообще проблема. Мы, как правило, вот съезды онкологов проходят. Если есть представитель Минздрава, он только там пять минут поздравления отдашь, открывают съезд и здесь же исчезают. Мы много-много лет представляли наше предложение по целому ряду аспектов на съездах онкологов. Они никогда до Минздрава не доходят. Минздрав решает все сам, независимо ни от кого. И чем мы дальше живем, у меня такое впечатление, что менее компетентные люди начинают давать всякие распоряжения по всем делам. Поэтому, ну, что ж, по крайней мере, мы среди специалистов должны знать, с чем мы связаны, чем мы располагаем. Ну, а руководство всегда найдет время, что-нибудь раздобудет для движения вперед.